Здравствуйте! Это программа «Днями». Я, Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. Спасибо Господу Богу и нашим золотым рукам за то, что собрали и вырастили такой богатый урожай. Завершение жатвы зависит от погоды. Вращевание на самом деле это отчасти искусство, поэтому врач должен отдавать какую-то часть своей души. 280 молодых врачей приехали работать в Могилевскую область. Пропанова такая, значит, 500 годи белорусская книга «Друковань», «Одмысловая выстава». Старинные книги из музея истории Могилева покажут в столице. Ну, как сказали нам специалисты, мы нашли часть повозки 812 года французской. После боя под Салтановкой археологические находки на частной усадьбе. На Дребенских вторжках фестивалем окунуться в прошлое приглашаем. Валенки и лапти – знаменитые дребенские товары. Чтобы никто не приехал без рыбы. Всем не хвостанешь шею. Кубок замковой горы – праздник рыбалки в агрогородке Горы. Жатва Могилевской области близка к завершению, но была приостановлена в связи с дождями. Накануне выходных в регионе убрали более 95% пассивных площадей и засыпали в закрома более миллиона тонн зерна. Во всех районах Могилевщины со ссылкой на погоду готовы убирать приусадебные участки крестьян и уже успели обработать почти половину. Мы довольны уборкой урожая, прекрасный урожай, но стихия немножко дала свои коррективы, так сказать, и полегло много урожая, большинство считает. Но будем надеяться, что наш водитель, то есть комбайнер, с большими усилиями постарается поднять этот урожай, как говорится, и чтобы на молот был неплохой. Сейчас вот будем картошку начинать убирать уже. Ну, урожай неплохой в этом году. И картошка, и грязь, и все хорошо у нас. Жневон Аполли Смоляковых в деревне Будо Горецкого района собрало всю семью. К хозяевам приехали дети и внуки. Сбор урожая для них – итог большой работы и праздник. Садили все вручную, по старинушке. Ведро, ремень и через плечо. Садили вручную, а жнут комбайном. Так проще и быстрее. Да и в тот день отряд комбайнов Коптевской Нивы работал неподалеку. Жатва в хозяйстве подходила к концу. Очень доволен. 55 центнеров на сегодняшний день. Соберем вал практически в два раза больше, чем в прошлом году. Помощь хозяйству сельчанам на жатве стоит недорого. Для тех, кто работает в сельском хозяйстве – рубль за сутку. Это счета инвестиций в домашнее хозяйство, которое прокормит всю семью. И в Буде, и в городе. Куры у нас, свиньи у нас здесь есть, овцы, кролики. Много чего. Это все благодаря нашим родителям. Они все держат. Мы только приезжаем, помогаем. Интересная деталь. Сами Смоляковы живут на улице Смолякова. Она названа в честь деда-хозяина, который был летчиком. Дед летал, а вы? Ну, а мы решили попробовать себя на поприщах земли. Работаем на земле, так сказать, выращиваем хлеб, выращиваем скотину и радуемся жизни, так сказать. Самое главное, считает хозяин, это труд. Работать здесь нужно каждый день, без выходных и отпусков с утра до ночи. И сельчане знают, для кого они трудятся – для детей и внуков. Кстати, на младшее поколение на жатве большое впечатление произвели комбайн и комбайнер. Размет через зерно, чтобы все куры, овцы, кролики, все свинки могли съесть его. В небольшой деревеньке Будо в Горецком районе живет немногим более двух десятков человек. Но и здесь нужно убрать пять гектаров зерновых на преусадебных участках. Всего же на территории Коптевского сельского совета 100 гектаров крестьянских земельных наделов. Пятая часть засеяна зерновыми культурами. Много земли занято картофелем. Я пока не вижу уменьшения зерновых культур на частном подворье. То есть не уменьшается. Оно не уменьшается. Но единственное, что начальное не стареет, конечно, поэтому уже где вот такие уже немышленные, допустим, старики, там дети уже приезжают за городов, там уже хозяйство не держат. Ну, в основном зерно у нас не уменьшается на частном подворье. Могилевской области нужно убрать более 9 тысяч гектаров крестьянских наделов. А завершение уборочной кампании зависит теперь только от погоды. Наша цифра 280. Именно столько молодых врачей приехали на свое первое рабочее место в Могилевскую область. Плюс к ним полтысячи медицинских сестер. Это одно из лучших кадровых пополнений за последние годы. Около половины молодых медиков распределены в районные больницы и амбулатории. Ведь многие шли учиться по целевому направлению и давали согласие на пятилетнюю отработку. Как работает с молодым специалистом узнала Екатерина Городницкая. Одно из самых больших кадровых пополнений по традиции получила Могилевская областная детская больница. 27 молодых медиков. Оно и понятно. Современный хирургический корпус, много новых операций и потребовались узкие специалисты. Например, анестезиологи-реаниматологи. В этом году в больницу их приняли пятеро. У нас сейчас была очень сложная операция. У нас была интубация через нос. Для меня это было впервые самостоятельно. Потихоньку вливаюсь в работу, работаю. В команде молодых реаниматологов Александр Жуков он уже понял, что именно слаженная работа всего коллектива помогает спасти чью-то жизнь. В реанимацию часто попадают недоношенные малыши, которые не весят и килограмма. Им нужно не только теплоинкубатора, но и человеческих душ. Сколько времени вы проводите на работе? Какой-то компрометирующий вопрос. На самом деле проводим целый полный рабочий день, но при необходимости иногда мы, конечно же, и задерживаемся, потому что тяжелые пациенты иногда требуют более длительного наблюдения за ними, пребывания, иногда просто как-то внутреннее состояние души не позволяет оставить пациента и уйти домой раньше. Похожая история и у Виктории Козловой. Она тоже молодой врач, которая никогда не испытывала сомнений, кем быть. Ей нравится помогать людям, а тем более детям. А вот тетя-доктор тебе нравится? Помогла тебе тетя? Да, помогала. Хотелось изначально во взрослую, конечно, попасть, но на распределение предложили мне место здесь. Вот таким образом оказалась в детской больнице. Пока не жалею об этом. Почему? Сама больница тебе нравится? Сама больница нравится, конечно, здесь все такие новшества, аппаратура вся новая. То есть как бы, ну, работать, удовольствие, все для этого есть. Было бы только желание, вот стремление к этому. А у тебя есть стремление к желанию? Есть стремление, желание, есть, да. Современная технология и оборудование сегодня помогает стремлению и желанию молодых медиков двигаться дальше и расти. Например, в лаборатории больницы уже давно не подсчитывают лейкоциты в крови ручным способом, как делали раньше. Когда есть под рукой врач опытный, конечно же, менее страшно, чем когда ты один находишься на дежурстве в тех же самых. Опыт – это то, чего всегда недостает молодости. Они всегда на разных полюсах жизни. И это – неизменная суть вещей. Но совсем не повод опасаться молодых медиков, считает главный врач областной детской больницы. Для пациента молодой специалист – это, можно сказать, находка. Потому что они очень ответственные, они всегда перестрахуются. Иногда сделают даже то, чего, может быть, и не нужно было. И всегда, если что-то не так пойдет, позовут на помощь своего коллегу-старшему. Многие вакансии в отделе кадрового управления здравоохранения облсполкома сегодня закрыты. В узких специалистах не нуждаются районные больницы. Для амбулатории в этом году подготовили 66 врачей общей практики. В регионе еще есть острая потребность в педиатрах и врачах для скорой помощи. И это своеобразная подсказка для тех, кто мечтает дать клятву Гиппократа. 1 сентября в Минске в Государственном музее истории белорусской литературы откроется временная экспозиция под названием «Нация книг». Это событие посвящено 500-летию белорусского книгопечатания. В нем, наряду с Министерством культуры и Национальной библиотекой, участвует Музей истории Могилева. Каким образом? Рассказать про это мы пригласили в студию программы «Днями» директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Итак, что за выставка открывается в Столичном музее? И что на ней представит наш музей? Инициатором этой выставы выступила установа Державной музея истории белорусской литературы, у особи директора Дмитрия Яцкевича. Их идея заключалась тем, как подзначиться начасово две такие подзеи, которые отбылись в истории Белоруссии. Как 500-годия белорусская книга «Друкование» и 5-годия вертания статута на Белоруссию. А что за такое название «Нация книг»? Откуда оно? Ну, а наша нация, она, в принципе, выросла с книжной культуры. Она, в принципе, на ее и выхавалась у початку 20-го ста годзе. Поэтому у нее, само собой, возникла такая формулировка «Нация книг». «Могилевская друкарня», «Деоптра», «Часовники», «Псалтыры», «Житие святых». Так само там будет книга Казимира Семеновича «Великом остатства артиллерии» и статут ВКЛ. Два варианта. На старой белорусской мове тот самый оригинальный статут и плюс статут 1744-го года на польской мове «Конвалют». Складен из некольких выданий. Вот статут ВКЛ, который поедет в Минск, да, он был куплен, мы уже говорили, за счет краундфандинга, да, сегодня такое модное направление, но им сейчас очень активно пользуются спортсмены. Наш музей истории Могилева планирует еще использовать вот эту технологию, скажем так, да, этот способ приобретения, потому что в последнее время все-таки многие вещи были приобретены, скажем так, всем миром. Усю залежет от наявности такой пропановы на рынку. Когда появляется предмет, который вельми необходим нам набыть, то, конечно, мы пойдем и на такие речи так само. Дякуючи нашим паспяховым акциям по покупке предметов за кошту, а с таких грошовых скидок, мы отрымали великий резонанс и великое финансование и подтримку сбоку державы. Поэтому долгий час нам удавалось набывать наши предметы, не залазивши в кишень, да, случайно, грамотянина. Сколько эти вещи вообще дорогие? Я имею в виду, сколько коллекционеры за них просят? Самая дорогая книга, с которой я працавал, але это не для музея отрымался, потому что это была не белорусская каштовность, это требовалось початку это высветлить. Это была анонимная Евангелие, Москва, 1500, ну, до Ивана Федорова, каля 80 тысяч долларов. Но книги меньше редкие, которых на свете одинки, але яны, в принципе, шмат пауторалися, яны могут каштовать 10-5 тысяч долларов. Ну, если есть большой тираж, это не столь ценно уже, правильно? А коли эта книга, например, выдавалась в конце 19-20-го года, то она может на угол ничего не каштовать. Никто ничего не заплатит за такую книгу. Скажите, вот в основном, кто принимает участие, не раскрывая имен, упаси Боже? Нет, я раскрою, Валерий Николаевич Казаков. Это имя мы знаем, он был гостем нашей студии, он действительно помогает возвращать могилеву ценности. Много ли людей, вот просто приходит вам платеж, например, какой-то, вы видите, там 3 рубля, кто-то взял и даже такую сумму перевел? Коли, например, это вельми цикавый предмет и вельми великая информационная хваля, то тады на статут платили за все Беларуси. Из-за мяжи. Нам приходили на переводы за мяжи, с Москвы, например, с Чехии. Это белорусы? Да, и зараз у нас есть такой проект, мы хотим запустить целую серию книжных выданий у таким варианте, что люди смогут подписаться и потом набыть себе выдание. Например, это будет сборник успоминов про могилев, людей, которые когда-то побывали в могилеве и покинули такие подорожные нататки. Это нататки 18-19-го с того годзю. Конечно, музеи зараз повинны перетвораться в такие свои саблевые клубы для интересов, працывать больше по интерактиву, больше давать людям помацывать, что есть там, значит, помацать, погуляться, перепрануться. Когда поют, когда играют. Я готовлюсь, добавляю, а я готовлюсь, как бы, приправа на основной страве. Это, как бы, ну, просто приманка. Без нее сегодня никуда без этого. Да, но музей повинен заставаться, миновитого музея, в первую очередь. Я вижу в глазах вашу хорошую искру, поэтому надеюсь, что все сложится. И на выставке мы тоже будем выглядеть очень достойно. Спасибо вам за интервью. Новая археологическая находка на Могилевщине. Остатки повозки 1812 года. Какой повозки, телеги или кареты, специалисты пока сказать не берутся. Но найденные вещи точно времен наполеоновских войн. Ведь откопали их на частной усадьбе в деревне Новоселки Могилевского района. А Новоселки рядом с Салтановкой, где в войну 1812 года, как известно, было большое сражение. Как откопали историю на огороде. Наш рассказ. На глубине нескольких метров здесь и нашли набор вещей, которые не специалисту кажутся грудой мусора. Ну, вначале мы как-то так не бросили внимания на это. Потом обратились к специалистам Могилевский педуниверситет. Они приехали, ну и определили, что 1812 год. Железный обут хорошо сохранился. Это самая эффектная вещь из всего набора. Часть железного колеса. Самая непонятная – тяжелая штука. Оказавшаяся осью, на которой крепились колеса повозки. Доски и кованый гвоздь. В одной из них и куски кожи. Предположительно, дно и верх повозки. И самое интересное – остатки башмака. Мы предполагаем, что это русский башмак. Вот он однозначно периода наполеоновских войн, потому что он изготовлен из кожи. Здесь видно, что каблук изготовлен из нескольких прослоек кожи. И помимо этого, характерно для той времен, они были паркованы вот такими вот железными гвоздиками. Эти вещи найдены в слое глины, где без доступа воздуха хорошо сохранились. Большого удивления у местных жителей находки артефактов не вызвали. Бой у Салтановки шел неподалеку. Здесь, скорее всего, перемещались войска. Это картечь. Была найдена у нас в саду. Нашли ее мои родители. Это уже было достаточно давно. И с тех пор это стало такой своеобразной нашей семейной реликвией. Чья картечь? Русская или французская? Ну, предположительно, французская. Точно не знаю. Импортная? Импортная, да. Так и есть. По плану боевых действий в этом месте стояли русские, а французы на другом берегу. Так что повозка, вероятно, русская. А вот картечь действительно прилетала сюда от французов. Что хранит еще этот огород? Еще достаточно много неизвестных археологических памятников. А те археологические памятники, которые известны, они еще полностью не обследованы. Ну, к примеру, хочу сказать, что до сих пор еще исследуется битва, место сражения Бородино. То есть, не говоря уже про Салтановку. Вот, все впереди. Новоселковские находки после исследования станут музейными экспонатами. Интересно, что буквально этими днями битве под Салтановкой исполнилось 205 лет. Ну, особенно много находок было в 50-е, 60-е годы. И если смотреть акты приема за этот период в фондах нашего музея, то можно увидеть, да, по фамилиям даже тех людей, тех сдатчиков, тех местных жителей, которые проживают или проживали в деревне Салтановка, которые и приносили, и сдавали в фонды музея, и ядра, найденные на поле боя, и какие-то знаки, и иконки даже. И кое-что мы выставляем в экспозиции. Ну и, конечно, главный памятник Салтановской битве – каплица памяти героев войны 1812 года, которую возвели в честь столетия событий в начале прошлого века. Прошло так много времени, но историю мы помним. Для большинства семей сейчас самая актуальная проблема – подготовка детей к школе. У родителей полно забот с экипировкой. Учителя готовят классы, а дети радуются встрече с друзьями. Марк Твен, писатель, журналист и общественный деятель, несомненно, хорошо знал детские нравы и характеры. Ведь у него были два брата и сестра, и он – автор приключений Тома Сойера и Геккель Берри Фина, которыми зачитывается весь мир уже почти полтора века. Всего Марк Твен написал 30 книг и более 50 тысяч писем. И да, у него была своя форма, хоть и не школьная – белый костюм, белая шляпа и красные носки. Итак, Марк Твен утверждал, ребенок всегда способен преподать взрослому три урока. Он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого. Что общего между белорусским поселком Дрибин и украинским селом Великие Сорочинцы? Еще несколько веков назад оба славились своими ярмарками. Сорочинскую на весь мир сделал знаменитый Николай Васильевич Гоголь, а вот о Дрибинских торжках забыли еще в начале прошлого века. Самобытный праздник в Шаповальском крае возродили уже в наше время. Теперь торжки – один из самых колоритных фестивалей Могилевской области. В этом убедился Илья Соболев. В Дрибине всем дадут по рыбине, а в придачу и каждого обуют валенки. Как и в старые времена, центральная улица райцентра стала большой торговой площадью. Издревле сюда приезжали богатые купцы из дальних городов и деревень. И в 21 веке самые популярные товары на торжках у Дрибинских шаповалов. Кто понимает в валенках толк, кто хочет жить долго и быть здоровеньким, тот будет носить валенки. Потому что валенки, говорят, это никакой химии, ничего. Все, ножка дышит, вот, а дел зимой тепло, а летом не жарко. Весь секрет в том, что валенки делают по уникальной технологии. Чтобы ее хранить втайне, шаповалы придумали свой язык – катрушницкий лемезень. В Дрибине верят, их валенки обладают сакральными качествами. Валеночки маленькие, шапоточки. Если вот в них так нашептать, вот если сон плохой приснился, да, то он уйдет, не исполнится. А вот деревня Коровчина в 20 километрах от Дрибина знаменита своими лаптями. Старики на такую обувь смотрят со слезами, а молодые люди все чаще просят лапти в подарок. Буквально недавно был такой случай, женщина одна заказала своему зятю подарок. Подарок удивительный. Работает человек программистом в офисе. Сказал, хочу лапти. Буду особенный, буду по офису в лаптях ходить в белых носках. Сплили. Дрибинские валенки и коровчинские лапти – культурное наследие Беларуси. Рассказать о нем и привлечь сюда туристов – главная цель торжков. Почему именно вот такой образ и что представили? Костюм шамана. Поскольку мы ветеринарная служба, занимаемся лечением животных. Ну, как современными методами, так и дедовскими методами. Настойки, заговоры, прочитания, Слово Божье, заклинания. Ну, чем богаты, тем и рады. Вам, как дребенчанам, нужен этот праздник? Нужен обязательно. Обязательно нужен. Мы его ждем целый год. Все очень хорошо, красиво, весело. Мне нравится. Мы приехали из города Санкт-Петербург. Ребята, во, все просто супер. Мы в восторге. Вот таким образом и надо, наверное, начинать вместе всем дружить и общаться, и смотреть то, что есть хорошее у соседей, этому учиться. На фестиваль в Дребен съезжаются торговцы, народные умельцы и творческие коллективы из Беларуси, России, Украины и Прибалтики. Это возможность наладить и побратимские связи, это возможность и реализовать свою продукцию, ну и, конечно, и возможность отдохнуть культурно с коллективами, народными, с мастерами. И это нас радует. В Шаповальском крае надеются, вскоре их торжки станут международным форумом. Готовы на продукцию? Готовы на продукцию. Солнце, лодки, ветер, рыбную ловлю, наверное, не зря сравнивают с медитацией. Забыть о проблемах и посидеть в тишине с удочкой, ну, почему бы и нет. Но есть люди, для которых рыболовство – это не просто удовольствие, а спорт. И лучшие рыболовы Могилевщины в конце лета приезжают в агрогородок Горы, Горецкого района, на Кубок Замковой горы. Здесь, у водохранилища Запруди, говорят люди, хороший характер. И соревнования по ловле хищной рыбы уже стали местной традицией. Вода, природа. Я и зимой, и летом, и осенью на рыбалке всегда. Это очень прекрасно. Соревнования по рыбной ловле – это события в агрогородке Горы. Торжественное открытие, много людей, площадки для игр и своя азартная рыбалка. Для всех, без исключения. На Запруди, кстати, популярна и зимняя рыбалка. Озеро и его окрестности зимой прекрасны. Когда лед крепкий, на середину водохранилища местные люди ездят на конной подводе. Рыбаков на льду здесь хватает, даже в мороз и ветер. Но с январской стужи в августовское жаркое лето. Лучшие спортсмены рыболова Могилевщины собрались в Горецком районе. Всего три десятка команд. В общем, каждому из нас, кто здесь находится, кто сейчас сядет в эти лодки, если забрать у него вот эту лодку, вот это озеро, ну, наверное, жизнь утратит какой-то смысл. Вот так. Смешное и неожиданное название команд – стиль этих соревнований. Давайте познакомимся. Вы кто? Мы команда «Не то пальто». Боже мой, это же про рыбалку. Причем тут пальто? Потому что оно не то. Пальто может быть и не то, а рыбалка, считают мужчины, это как раз то, что нужно. В рыбалке есть, наверное, адреналин от вываживания рыбы, от поимки, от поиска ее. Ну и удовольствие, конечно же, которое непередаваемое. Я не знаю, как это передать. Удовольствие от рыбалки. Среди участников рыболовных соревнований, кстати, есть и женщины. Они признаются, что рыбачками стали благодаря увлечению своих мужчин. И словли рыбы справляются не хуже их. То есть вы теперь не только чистите и жарите рыбу, но... Я не чищу, не жарю, я только ловлю. Если честно сказать. Ну как же так? Ну не люблю я это вот ковыряться. Мне вообще, по сути, рыба не нужна. Мне главное вот поехать на водоем и ее поймать. Я готова ее все выпускать, мне все равно до нее, до самой рыбы. А я думала, а у рыбалки смысл рыбы? Нет, нет. А в чем смысл? Удовольствие. Кстати, у этой рыбалки есть исторический фон – сама Замковая гора. Горы, известные с 15 века и в начале 17 века, местечко получило даже Магдебургское право. Сегодня горы – это агрогородок, где рыболовное соревнование становится интересным сельским праздником. И, конечно, природа. Беларусь – одна из, наверное, немногих стран мира, которая бережно относится к природе. И тот уровень сохранности и первозданности, который сегодня есть у нас, у белорусов, дает нам право гордиться этим. В спиннинге с лодок участники забрасывали два дня. Те, кому повезло, уже в первые часы соревнований показывали с лодок окуни и щук. Но победителям паре из Мегилева ничто не помешало наловить почти 10 килограмм рыбы и взять кубок Замковой горы. И, как говорят рыбаки, всем на будущее ни хвоста, ни чешуи. И напоследок про второй хлеб. 26 августа 1770 года в журнале «Труды вольного экономического общества» появилась первая научная статья о картофеле. Все знают, что первая картошка попала в наши края из Западной Европы еще в 17 веке. Сначала ее выращивали на аптекарских огородах и подавали на придворные банкеты, как экзотическое блюдо. Но крестьяне не приняли новый овощ. Картофельные бунты были ответом на принудительную посадку. Тем не менее, постепенно, благодаря прекрасному вкусу, урожайности и сытности, бульбу полюбили и в Беларуси. Это было 247 лет назад. А сегодня бульба – продукт, без которого не обходится почти никто. На Белевской области этими днями начинается уборка картофеля. Каждый год с полей сельских хозяйств, фермеров и частных огородов собирают в среднем 600 тысяч тонн картофеля. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире. Продолжение следует...